В Кустанае провели заседание Совета по делам молодежи. В ходе мероприятия рассмотрены различные вопросы. Среди них это разработка атласа новых профессий и поддержка молодых предпринимателей. Подробности в материале моих коллег. Вопросов, что поднимают на заседании, немало. Особое внимание уделили мерам государственной поддержки предпринимателей. К примеру, в этом году в стране начали выдавать льготные микрокредиты под 2,5% годовых. Желающие открыть собственное дело могут получить их при условии наличия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и со сроком не более пяти лет. Возраст учитывается на момент обращения. Он должен быть не более 35 лет. Нам область дали в этом году 900 миллионов тенге. Практически на сегодняшний день, не на сегодняшний, месяц назад, это где-то около 200 человек могли претендовать. Мы с претендентами, все подали документы, мы уже его практически освоили. И одним из немногих регионов мы просили дополнительные уже средства на 250 миллионов. Сейчас находится на рассмотрении этот вопрос в министерстве. Если в ближайшее время нам одобрят, то мы еще где-то на 250 миллионов мы готовы будем финансировать эту программу. Это хорошая программа и молодежь у нас разные свои проекты реализовали в рамках этой программы. Еще один важный вопрос на повестке дня – это поддержка молодежи со стороны местных предприятий. Сегодня для будущих специалистов в регионе создают все условия. Молодых обучают с нуля, отправляют на стажировку в другие страны, предоставляют полный социальный пакет. Реализуются программы по обучению, развитию персонала, предоставлена возможность бесплатного обучения в колледжах и вузах не только Республики Казахстана, но и зарубежья, возможность обучения на MBA, EMBA, повышение квалификации, прохождение стажировки за рубежом. Предоставлен также полный социальный пакет, внедрена система мотивации и поощрения персонала, представлен бесплатный трансфер, питание. Строится сейчас девятиэтажное общежитие кампусного типа. Он не только для проживания работников, но также для проживания семейных работников предприятия. Оно будет состоять из двух частей. Дамир Мнайдаров – один из ярких представителей молодежи, сейчас работает в сфере IT. Данное направление считает одним из самых перспективных. По его мнению, благодаря поддержке государства, у молодежи сегодня есть возможность реализовать свой потенциал во многих отраслях. Здесь как раз-таки собрались видные деятели из молодежи, из области, из города. И мы будем обсуждать актуальные вопросы для молодежи, то есть касательно их трудоустройства, мероприятий для них. Мы как раз-таки продвигаем IT. Также у нас планируется открытие IT-школы. Мы сейчас проводим различные образовательные проекты. Недавно закончились две программы инкубационные для стартап-проектов. Обучили 3-6 стартап-проектов. Проект совместно с Каза-инновациями. Также в ходе заседания были рассмотрены вопросы по разработке атласа новых профессий. Проект направлен на то, чтобы определить специальности и навыки, которые будут востребованы в будущем. Стоит отметить, что он уже успешно реализован в Паладарской и Магастаусской областях.